И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. В данном видео мы поговорим о внутренних делах-ситуации, которые происходят в Армении. И начнем с первой статьи. Честно говоря, я планировал эту статью записать в армянские сказки. Почему? Для этого достаточно прочитать название статьи. Армения может выйти на рынки стран Персидского залива со своей сельскохозяйственной продукцией, заявил президент. Меня крайне интересует, понимает ли президент Армении расстояние от Армении до Персидского залива? И что фрукты быстро портящийся товар. Как минимум качество довозимого фруктов будет падать в разы. А уж как вы понимаете, страны Персидского залива некачественные брать не будут. И это очень важно. Кроме этого, какова же будет себестоимость данных фруктов при довозке их до Персидского залива? При этом, давайте осветим такой момент. А сколько Армения в силах поставить своих продуктов на рынок Персидского залива? Ведь от этого тоже зависит цена. Оптовая цена ниже. Они что, думают, что кто-то будет покупать немножко прогнивший за время доставки продукт по стоимости, по оптовой стоимости? В Персидском заливе тоже умеют считать деньги. И умеют торговаться. Поэтому я и хотел данную статью, о данной статье поговорить как о сказке, которую вешают на уши гражданам Армении их власти, включая их президента. Смешно, дорогие друзья, крайне смешно. Большинство, тем более, из этих фруктов и так выращиваются во многих странах Персидского залива. Зачем же им еще товар с более низким качеством? Смешно. Ну а мы с вами переходим к следующей статье. Чем занят католикоз всех армян в то время, когда христианский мир отстаивает собор Святой Софии? Ну, о чем, о чем? Могу сказать только одно. Он молчит. Как говорится в данной статье. Ведь обратите внимание, патриарх всея Руси так или иначе высказался. Все крупнейшие священники мира так или иначе заявили свое мнение в отношении данного инцидента, данного высказывания, прошу прощения. А католикоз всех армян решил промолчать. Даже католикоз армян в Турции и то рискуя, но тем не менее проявил себя как заступник христианского мира. Заявил свое мнение. Почему же промолчала армянская сторона? На мой взгляд, потому что рыльца в пушку. И в отношении грузинских монастырей. Потому что Турция может сказать, а покажите нам. Турция может потребовать от армян показать азербайджанские мечети и так далее. Я уж не говорю про удинские храмы, которые давным-давно армянизированы. Вот почему католикоз всех армян молчит. Разве вы не подели? И он будет молчать? Будет молчать столько, сколько нужно, пока ситуация сама не рассосется, без его участия. Потому что если он скажет хоть слово, всему армянству придется отмываться от грязи. Он правильно, что молчит? Не ему говорить. Мы же переходим к следующей статье. Эксперт. Атаками на армянскую апостольскую церковь управляет Госдеп. Чем меня рассмешила данная статья? Тем, что на территории Армении существуют столь уже набившие оскомину биолаборатории. Самое крупное американское посольство тоже находится на территории Армении. И вдруг, внезапно, их стали обвинять в том, что они давят на армянскую апостольскую церковь. Почему только сейчас? Ведь даже западное армянство не раз заявляло о педофилистической склонности, уж простите меня, брата католикоза всех армян. Что же тогда? Мало кто говорил о давлении. Очень интересный момент. Тем более, в следующей статье, которая, в общем-то, стартует с той же самой картинки, словно бы является продолжением предыдущей, я прочитал очень важный аспект, очень важный момент. Вы вдумайтесь, насколько Армении угрожает гомосексуализм и ЛГБТ. Что уже некоторые армяне заявляют о том, что детей надо спасать. То есть угроза уже стоит перед всеми родителями армянских детей. Вот что написано. Если вы принимаете, что государство пропагандирует трансгендеров и проституцию, то под влиянием этой пропаганды ваш ребенок в один день придет и сообщит вам, что он пока свой пол не выбрал. Поэтому, насколько же угрожающая ситуация в Армении, в данном направлении, я прочитал только один маленький момент. А таких моментов намного больше. Правда, я хочу поправить человека, который сделал данное заявление. Это Малян. В общем-то, армянская церковь тоже не является защитником так называемых армянских святынь. Я опять напомню данному Маляну, брата главного католикоса всех армян. И чему же он учил подростков в той школе, которую контролировал? Простой вопрос, но сложный для армянства. Мы же продолжаем. Раз мы заговорили о ситуации в Армении, о тех многочисленных угрозах, которые поджидают каждого родителя, то стоит вам, вас, дорогие друзья, ознакомить с видеороликом, который написал армянин. Многие его знают. Я заранее ставлю ему лайк. Этот армянин рассказывает о том, как в Армении глумятся над многодетными семьями. Нынешние власти Армении. Давайте послушаем. И я прошу армянству теперь задаться вопросом. Если эту многодетную мать выгонят на улицу, то кем вырастут ее дети? А выкидывает ее из дома? Жена Пашиняна. Давайте послушаем, чтобы я не выглядел голословно обвиняющим. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Причем она, вот эта женщина, рассказывает, что каждый час звонит. И на телефоны выражают. Из партии Пашиняна. Мой шаг называется. Вот это их шаги. Они же сотрудники редакции паршивой газетенки. То есть это жена-уродка Пашиняна заставляет сотрудникам звонить и каждый час угрожать вот этой женщине. То есть выбрасывают их на улицу, да, освобождаете, пошевеливаете. Вы представляете, что за свиньи этот Пашинян подумать. И эта сучка, ведьма, жена его. Они уже миллионы наворовали. Да хотя бы только через перемирование разной махинации. А эта сучка, жена, фу да, открыла, куда олигархи регулярно перечислят огромные суммы. А вот такие семьи можно выбрасывать на улицу. Я хочу дополнить данное высказывание. Он не сказал ни о контрабанде. Я понимаю его, потому что тяжело. Тяжело сейчас армянскому народу признавать, что на протяжении всего времени, так называемого постсоветского периода, армян обманывали. А точнее сказать, даже до этого периода. Стравливаясь с соседями. Я понимаю. И меня очень радует, что данный именно армянин, не представитель армянства, а армянин, говорит правду. К сожалению, далеко не все еще армяне к этому прислушиваются. Но с этим уже ничего не поделаешь. Он также не сказал о том, как вначале сажают преступников в Армении, затем за денежное вознаграждение освобождают. Достаточно вспомнить того самого генерала Манвела, Качаряна. Достаточно вспомнить, а точнее сказать, осуществить такой момент, почему не сажать Сержа Саркисяна. Видимо, он платит. Платит, чтобы не сесть. Так получается. Давайте продолжим. Представляете, что за отродье это? Что это паршиво, мерзопакостное семейки. Подонок, Ашинян, это сучка, ведьма. И уже она. Я не знаю, чтобы это... Это не мои слова. Дай мне власть. Но не то... Даже не за это. Есть гораздо более бедские основания. Ну и дальше это... Женщины жалуются, куда им идти, особенно в это время, карантин и так далее. Еще 7 секунд послушайте, и я продолжу. Вы слышали? Я не оговорился. И вообще эту информацию можете проверить и в соцсетях, новостной линии она была. То есть этой семье не предоставляют взамен какой-то жилью, куда-то переселиться. Нет. Поэтому пусть выливают на улицу. Это семья, подонок Ашиня, которая себя правительством. Я не знаю, стоит ли, наверное, излишне сказать, что если была бы настоящая власть, допустим, я премьер-министр, то бесплатно предоставил бы жилье не только этой семье, всем нуждающимся, так как в советское время квартир... Какой наивный человек. Насколько чистый. Да, люди, которые пережили землетрясение, все еще живут во временном жилье. Хотя на реконструкцию данных городов были потрачены миллиарды. Миллиарды долларов, которых нету. Как живут беженцы, те беженцы, о которых так любит кричать именно радикальное армянство. Во временном жилье. Браво. И там тоже многодетные, кстати. Законное пользование или собственность. По-вести, есть фонды, достаточно, к примеру, взять эти пустующие новостройки олигархов. Ведь смотрите, когда им дается разрешение на строительство, мэрия дает разрешение, то всегда у мэрии квоты, некоторое количество квартир. Но эти уроды и подонки, да, эти коррупционеры, они все присваивают себе, понимаете, а вот такие семьи выбрасывают. По 15-20 квартир у этих тварей коррупционеров. и даже у их олигархов, как у этого олигарха, у телохранителя тупого гагу, 15 квартир. Есть и другие методы массовой возможности, если ты власть, если ты правильная власть, да, допустим, я как государство закупаю, да, в одних случаях, если это вложенные, честно, вложенные чьи-то деньги, как государство закупаю квартиры и расдаю в советское время, нуждающимся семьям. Но у меня вообще-то другой подход, потому что, смотрите, вот этот мук, да, давайте остановлю уже, чтобы не превращать ролик в бесконечный, хотя, честно говоря, очень приятно его слушать, он правильно говорит, но, к сожалению, таких армян слушать не будут. Их даже не впустят в Армению. И это понятно, к сожалению, понятно. Мы же переходим к следующей статье. Ванитян, если не будет солидарности, то республика Армения просто обречена. Это говорит бывший начальник спецслужб Армении, СНБ Армении, служба национальной безопасности. Навряд ли он говорит просто так. знаете, далеко не каждый человек является рукопожатным Скадыровым. То есть, это действительно достаточно умный тире вменяемый человек, который все прекрасно понимает. И если он говорит, что в скором времени Армении может не стать, значит, он еще, знаете как, сокращает краски. Армении уже практически нет. Вот о чем он говорит. Как любой начальник госбезопасности, он должен сокращать краски. То есть, краски намного хуже на самом деле. И последнее, о чем хотелось бы поговорить, точнее сказать, ознакомить вас со статьей, эта война с Азербайджаном не окончена. Армянская сторона только сейчас начинает понимать, что Азербайджан не просто так готовится к войне. Он не просто так на протяжении многих лет создавал армию. Армию, которая в силах, я опять говорю, пройти и по минному полю, и взять высоты, при этом одновременно. Единственное, что, опять, мы уже получили одобрение со стороны Европы. Движение неприсоединения, где мы сейчас являемся, можно сказать, руководителями на промежуток времени, тоже будет с нами солидарно. Также в отношении, в общем-то, таких стран, как тот же самый Ливан, ситуация будет однозначно. Мусульманский мир, тюркский мир, все они поддержат. У нас остается, вернее, не у нас, а у армянства остается, и единственный козырь, который армянство само же рубит, это Россия. И рубит именно основательно, под корешок. осталось чуть-чуть. Уберите 102-ю или сделайте так, чтобы Россия гарантировала свое невмешательство, несмотря на то, что многие в Карабахе имеют армянские паспорта, что Россия не вмешается в момент операции деоккупации. И тогда Азербайджан начнет. Но будет уже поздно. Уже поздно будет умолять нас остановиться. Пока мы не освободим Карабах и не выйдем к границе с Арменией, никаких передышек, никаких подписей о временном хотя бы прекращении огня. Потому что я помню, как армянство это делало в 1993 году в Кельбаджаре, когда наши под давлением опять-таки России поверили армянам. Чем мы заплатили за эту веру? Когда часть войск мы перебросили в сторону Гянжи. Все прекрасно знают, как только войска были переброшены, армяне перешли в контрнаступление, хотя обещали, что ни одного выстрела даже не будет, даже воздух. Поэтому в этот раз никакой остановки продвижения наших войск не должно быть. Таково мое мнение. На этом все, дорогие друзья. всем до свидания, всем пока, всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания. До свидания.